Встреча с «Перекресток» В канун Нового года немецкая газета «Билд» опубликовала статью, заявив о том, что в Таджикистане ездят на краденых немецких машинах. «Билд» утверждала, что 200 престижных иномарок были найдены в Таджикистане. Тема получила широкую огласку, а МВД заявила позже, что за последние три года на территории Таджикистана были обнаружены 127 угнанных автомобилей. Таджикская милиция заявила, что из этого числа 57 машин были угнаны на территории Германии. Автомобильный рынок остается одним из самых доходных и непрозрачных рынков в мире. Как рассказывают опытные торговцы, в отличие от перевозимых чаще всего через страны Балтики автомобилей, запечатанных, кстати, в вагонах, дорогие иномарки следуют к местоназначению индивидуальным путем, чаще всего с фальшивыми номерами. Согласно статистике Немецкого союза автостраховщиков, ежегодно в Германии 20 тысяч человек лишаются своих авто. В последние годы самыми угоняемыми машинами стали Lexus RX 400 Hybrid и BMW M3 Cup. Краденая машина привлекательна тем, что, несмотря на рискованный и долгий путь из Европы в Центральную Азию, она будет стоить примерно в два раза меньше или дешевле реальной рыночной цены. В 2012 году на Украине разразился скандал, когда у экс-министра юстиции обнаружили краденый Мерседес. Александр Лавринович назвал это грязной провокацией, а ему неведома биография автотранспорта, который был взят на баланс государственного учреждения. Скандал закончился ничем. В Кыргызстане в последнее время также отмечается рост угона личных авто и обнаружение краденых машин, ввезенных из-за рубежа. В Кыргызстане с отменой доверенности на авто резко увеличилось количество угнанных автомобилей, заявляют представители соответствующих служб. Так, в 2013 году было выявлено 295 фактов угнанных автомобилей внутри республики и было задержано 11 автомобилей, угнанных из-за рубежа в Кыргызстан. В Бишкеке расположен один из крупных в Центральной Азии авторынков, куда ежедневно выводят на продажу десятки тысяч автомобилей. Кроме этого, очень много машин выставляется на продажу прямо на обочине улиц столицы. В целом в республике в расчете на 5-6 человек приходится одна машина. Это является одним из высоких показателей, что в свою очередь повышает вероятность попадания на местный рынок угнанных автомобилей. Также этому способствует дешевая растаможка автомобилей по сравнению с соседними странами. В итоге за 2013 год в общей сложности совместно с сотрудниками ДПС МВД мы задержали 11 автомашин, которые были угнаны из территории Российской Федерации. Имеются также факты, когда находящийся в международном розыске угнанный автомобиль обнаруживается в Кыргызстане. Причем выясняется, что он приобретен добросовестным покупателем, с документами все в порядке, однако эти машины не смогут выезжать за пределы страны. Внутри же республики угон автомобилей совершают в основном в крупных городах, таких как Бишкек и Ож. Элиза Кененбаева, Азаттык. В условиях Таджикистана или Узбекистана, где еще подобные системы продажи легальных машин не установлены, приходится полагаться лишь на документы, предоставляемые торговцем машины или на его совесть. Но эксперты советуют при покупке машины тщательно изучать документы при непосредственном участии органов ГАИ. Харидин Назаров привозит машины на продажу из Германии, Голландии, Латвии и Польши. Когда мы приобретаем машины на европейских рынках, в первую очередь проверяем документы. К примеру, если машина произведена в 2000-х годах, основной ее код пишется здесь, снизу. Затем мы проверяем другие данные машины по данным кузова и мотора, и лишь после этого приобретаем машину. Когда машина перевозится в Таджикистан, на каждой границе нас контролируют, с нас требуют документы. Многие уверены, что для борьбы с ввозом сомнительных авто, угнанных в той же Германии, должны быть выработаны юридические механизмы, учитывающие интересы как пострадавшей стороны, так и покупателя. Причем эти механизмы должны работать на уровне двусторонних и международных договоренностей. А в Узбекистане ездят в основном на своем авто. Поставив серьезные преграды на импорт иномарок, власти защитили отечественный автопром. Эта страна 22 последних года производит собственные автомобили, а правительство всячески защищает интересы компании General Motors. В частности, Ташкент обложил высокими пошлинами импорт автомобилей в страну, что в результате превышает конечную стоимость машины в более чем вдвое. Такой контроль над рынком позволяет компании Узавтосануат ежегодно повышать собственные цены. Так, компания General Motors Узбекистана в июле 2013 года выпустила с конвейера 2-х миллионный автомобиль и довела в этом году производственные мощности на предприятии и в густонаселенной Ферганской долине до 250 тысяч штук. В Туркменистане ситуация с авторынком немного отличается. В этой самой закрытой стране региона 90% автомобилей возится из Арабских Эмиратов, а с 2014 года ожидается, что будет введено ограничение на ввоз автомобилей старше года выпуска. Еще в прошлом году возрастной ценз для автомобилей составлял не старше 5 лет давности. Самыми популярными марками стали среди туркменских автолюбителей Toyota Camry и Avalon. А вот авторынок в Казахстане за последний год претерпел изменения. Больше половины проданных здесь новых автомашин составили российские Lada и Niva. По мнению автообозревателя, единые тарифы таможенного союза сказались на снижении продаж автомобилей зарубежных марок. Зарубежные автомобили дорожают за счет услуг таможенного оформления. Нынешние цены на рынке выросли на 45-50% в сравнении с рыночными ценами на июль 2011 года. Вместе с тем дорожают и малобюджетные автомобили эконом-класса, которые собираются в странах дальнего зарубежья. Можно заметить, что удорожание идет за счет единых таможенных тарифов оформления. Это было сделано для того, чтобы появилась возможность легче продавать авто, выпущенные в рамках таможенного союза. Вы и сами хорошо знаете, что на этом пространстве российские компании являются основными автопроизводителями. В общем, ездить на хорошей машине не запретишь. Она придает уверенность, комфорт и чувство гордости. А ведь сомнительная репутация машины бросает тень и на ее владельца. Кроме того, никто не отменял правила о том, что скупой платит дважды. Так что не скупитесь на своем кошельке и репутации. Порой это может стоить имиджа целой стране.